Я педиатр А у мамы есть аллергия, у папы есть аллергия, то в процентах в 40 мы можем предположить, что у будущего ребенка может быть тоже аллергическая реакция. И вот с идеей сверхранней профилактики я начал работать сначала с мамами, которых дети уже родились с астмой бронхиальной. Потом оказалось, что эта методика помогает развиваться ребенку без всяких заболеваний. Более того, оказалось, что снижается заболеваемость у детей. В общем, так шаг за шагом, ничего изначально не планируя, родилась методика развития ребенка до и после рождения. Ну давайте немножко продвинемся. Вот это моя последняя книжка «Миссия плода». Действительно миссия. Эту идею миссии плода мне подсказал Юрий Павлович Юрий Дмитриевич Куклачев. Мы с ним дружим, вы наверняка его знаете. Это на самом деле не клоун и не кукольник, работающий с кошками. Это серьезнейший философ, который однажды в Институте повышения квалификации рассказал историю, как он читал во Франции, в ЮНЕСКО, лекцию о том, как развивать ребенка. Куклачев тот самый. Рассказал о том, что он говорит, вот представьте, корабль подводный, и там находятся люди, и только у одного есть возможность сообщить о том, что, так сказать, там какие-то поломки на корабле, и он один должен всплыть и рассказать всем, так сказать, окружающим, что вот такая беда. И только один скафандр на этого самого, так сказать, пловца. И он говорит, представьте, сперматозоид один, у него миссия, желающих много, но он один попадает в яйцеклетку, и у него миссия продолжать человеческий род. Собрался весь Институт слушать, Куклачев это был, я вот назвал, под впечатлением его выступления, назвал книжку «Миссия плода». У плода есть собственная миссия, мы сейчас с этим с вами познакомимся. Ну давайте дальше, я, так сказать, некую предысторию вам рассказываю. Давайте чуть-чуть классику почитаем. Галилей, ваше превосходительство, высокая сеньория, с глубокой радостью и всем надлежащим смирением я осмеливаюсь сегодня показать и преподнести вам совершенно новый прибор, мою зрительную трубу или телескоп. Федерционер устанавливает трубу на подставке и наводит дождь, и советники поднимаются на возвышение, смотрят в трубу, Галилей, этой ночью я направил ее на Луну, говорит им Галилей. И советник, в эту штуку слишком хорошо все видно, я должен буду сказать моим дамам, что теперь они уже не могут умываться на крыше, видно будет. Галилей, я ее усовершенствовал, Ледовика, да, сударь, я видел, вы сделали футляр красным, в Голландии он был зеленым, но зеленый футляр был бы, пожалуй, так же хорош. Галилей им показывает Луну, они не хотят смотреть, он говорит, видно Луну в эту трубу, а они ему про крышу и про цвет футляра. Вот я вам скажу, 40 лет этой методики, за которой масса людей, в набережных Челнах родилось по этой методике более 50 тысяч детей, они прошли дородовую школу, до сих пор наша наука в трубу не смотрит. А методики знают, достаточно на любом уровне, на самом высоком. Ну вот до сих пор разговор о футляре и о крыше, а на самом деле мы можем сегодня изменить в принципе развитие человека, если мы до рождения, с пониманием ответственности, с проверенными технологиями, разрешенными, прошедшими все виды апробации, мы, кажется, можем улучшить ребенка, любого ребенка. Не приходить в школу и вылавливать одаренных, это вообще расовая, на мой взгляд, теория, когда мы заходим в школу, вылавливаем самого одаренного, а мы все остаемся бездарными в таком случае. Вот эти от нас забрали одаренного, а мы все кто? Нам сказано, что мы все бездарные при этом. Это такая грустная вообще на самом деле мысль. Ну давайте дальше, иначе я могу застрять. Я хочу вас познакомить с некой кусочком моей концепции о том, как разрывается ребенок в образовательном процессе. При натальном периоде там, конечно, он комплексно развивается, как на сомне, как я говорю. Рождаясь, ребенок эмоционально, тут наша психология хорошо поработала, безусловно, это эмоциональное общение со взрослым и так далее. Дальше происходят очень сложные вещи. В детском саду, который надо было бы сохранить, а не сделать его рук струк структурным подразделением школы, в детском саду ребенок еще продолжает быть гармоничным. Как только он сел за парту, с этой секунды, я не преувеличиваю, у него отрывается голова, у него возникает мощнейшая познавательная деятельность, а тело угасает. Два урока в неделю даже физкультуры, один урок музыки, ИЗО не спасают его эмоционально, дыхательно и двигательно. Доза большая, слишком познавательная. Возникает рассогласование. Я считаю, это главной причиной заболеваемости современного детства. Не питание, не экология, это везде все примерно одинаково. А вот этот разрыв, никто раньше не садился за парты. Человечество раньше за парты не садилось. Это последние сто лет. Я хочу, чтобы вы, так сказать, начинающие педагоги, если я к основной массе обращаюсь, об этом задумались. И это, в общем-то, в ваших руках находится ребенок, 11 лет, ну еще плюс в садик, аж 16 сегодня получается. Это процесс, который я назвал детским адаптозом, угасание функциональных резервов ребенка, который попадает в образовательный процесс. Ничего себе результат. Так вот, я хочу, я сделаю паузу, чтобы вы задумались. Он попадает в завоевание человечества, в образовательный процесс, а в результате он заболевает. У него депрессия главных функциональных систем, дыхательной и эмоциональной, потому что без этого ребенок не может развиваться. Как бы мы к нему по-доброму не относились, как бы мы не шептали ему на ушко ласковые слова в школе, он сидит и не двигается, и не дышит. Ему говорят слово «птичка», учитель начальной школы. Он хочет посмотреть в окошко, ему говорит, смотреть на доску. Он хочет почирикать, птичка, ему говорит, молчать. Двигаться нельзя, я нарочно утрирую. С точки зрения функционального развития, это депрессия функциональная, пусть частичная, пусть не у всех. Выскочки спасают себя, а такой хорошо воспитанный ребенок, он присидит, промолчит, и в общем-то это серьезно. Да, потом вы уходите на танцы и так далее, вы себя спасаете фитнесом, но с точки зрения образовательной деятельности, возникает депрессия функциональная 8 часов в день. Плюс продленка. Это большая доза, 5 дней в неделю. Вот, собственно говоря, я хотел бы, чтобы об этом, даже не соглашаясь, со мной задумались. Если мы, например, а вдруг я прав, когда придется переделывать сам процесс образовательной деятельности. Не специальные там упражнения, особенно очень забавные идеи сегодня про здоровье и сбережение. Я хочу, чтобы вы это услышали. Сберечь можно то, что есть. Здоровье и сберегающие школы – это нонсенс. Школа не сберегает, а развивает здоровье. Представьте, на школе было написано «Знание сберегающая школа». Ребенка отдали бы в такую школу? Здоровье сберегающая школа – это школа, которая должна донести до 11 класса то же самое, что было в первом. Это уже не может быть. Здоровье развивающее. А здоровье сбережения вошло как главный термин, диссертациями и так далее. Задумайтесь, хотя бы задумайтесь сегодня об этом. Конечно, развивающее здоровье школа, а не только сберегающее. Сберегающее – да, это гигиена. Это проветривание, это правильная осанка. Там есть статические динамические константы, но школа должна развивать. А при такой депрессии функциональной мы получаем 85-90% сегодня различных заболеваний к окончанию школы. Это результат образовательной деятельности. Ну давайте дальше. Значит, метод санатал. Вот с попыткой решить проблему очень давно, я думаю, большинство из вас сюда не родились, собственно говоря. Я придумал методику, я назвал ее санатал, сонус звук натал рождения, такая дородовая методика. И начал, помните, с чего? С беременными мамами, у которых уже было понятно, что у них аллергия. И чтобы как-то профилактически помочь ребенку рождаться, вот такая придумана была дыхательно-звуковая двигательная методика музыкальная. Она была названа «малыш», это мое изобретение, мое слово. Кстати говоря, сейчас всякие там появились магазины и так далее. Это соединение мамы и малыша. По-английски мама-бэби так невозможно сказать. Русский язык, он корневой. Мы можем слова с вами изобретать очень такие глубинные. Вот, собственно говоря, появилась такая ранняя программа. Давайте немножко послушаем кусочек. Иногда журналисты гораздо лучше нас вот за минуту показывают всю методику. Давайте посмотрим. Нейробиологи экспериментально доказали. Мозг недоношенных младенцев распознает пол говорящего. А на разные звуки реагирует именно та область, которая у взрослых отвечает за восприятие речи. Это открытие взбудоражило научный мир. Оказывается, мозг способен развиваться на более раннем этапе, чем считали до сих пор. Последнее исследование показывает, что ребенок даже не способен расстрелять практически все. В третий триместр беременности он и слышит, и даже, но уже сегодня почти уверен, и видит, и уж точно двигается, причем осознанно. Беременная женщина может соткать тело ребенка голосом еще до рождения. Первые три месяца беременности голос матери выстраивает биологический ритм дня плода. Песня может стать сигналом, что скоро обед или прогулка. Вторые три месяца мама уже общается с ребенком. На каждое его движение она отвечает голосом и прикосновением. В последние три месяца перед родами уже можно закладывать основы образовательных программ и даже обучать ребенка иностранным языкам и ориентации в пространстве. Ну тут с некоторым перебором, безусловно. Но в принципе методику вы уже знаете. Давайте дальше. Вот смотрите, у меня был замечательный учитель. Вообще мы должны понимать, что мы кем-то сделаны с вами, каждый. У меня, так сказать, создал Рюрик Платонович Нарциссов. Это очень известный педиатр. Вот это его формула. Он описал то, что мы делаем и с мамами. Я, собственно говоря, по его формуле всю жизнь и живу все эти годы. Пение беременных – это санация будущих детей, санация оздоровления. При этом одновременно используется смысл левое полушарие, эстетическое восприятие музыки правое полушарие. Происходит активация кардиореспираторной системы пения танец в нужное время суток и нужные периоды физиологических циклов. Это слитное развитие ребенка. То, что я вам показал в школе, разрыв головы и тела. До рождения ребенок абсолютно слитно развивается. Задача в этом смысле образовательной деятельности нашей с вами – сохранить эту слитность. Как это сделать – это другой разговор. Если мы сохраним это и дальше, ну как минимум в начальной школе, мы ребенку позволим развиваться гармонично. В этом смысле гармонично. Вот смотрите, теперь рассмотрим главный тренажер. Он очень простой – это голос. Это обычный голос мамы беременной. Это регуляция кислородного обмена. Мама уже дышит в разном режиме. Это диафрагмальный массаж, если мама понимает, что она делает. Это изменение гемодинамики. Мама может двигаться при голосовых реакциях, при пении. Это не пение арии. Это пение различных, адекватных возрасту ребенка, маленьких попевочек, 20-секундных, которые в дальнейшем ребенок будет осваивать, уже родившись. Это тактильное сопровождение при поглаживании живота. Это локационные перемещения. То есть маму у ребенка формирует вестибулярный аппарат в трех проекциях. В горизонтальном, вертикальном и фронтальном. Это, в общем-то, раннее формирование вестибулярного аппарата. Это гормональное воздействие, которое трудно, конечно, регулировать. Но мы понимаем, что мамины эмоции – это гормоны, безусловно. И это различные вибрации. Мамин голос – это не Чайковский и Моцарт. Это гораздо глубже, чем Чайковский и Моцарт вместе взятые. Потому что мамин голос – это вот это все. Внешняя вибрация вот этого всего не вызывает. Поэтому фальшиво поющая беременная мама намного глубже и полезнее для ребенка, чем вся классика вместе. Есть большая фантазия про классику, про музыкальную. Вот мы сейчас включим Моцарта, и это будет гений. Это просто выдумка. Почему Моцарт? Почему Чайковский, кстати говоря? Вы пометьте себе, если вы там записываете, я так фантазирую. Моцарт «Эффект» Дона Кэмпбелла, книжка – это фантазия. Это ненаучно подтвержденная. Она обошла весь земной шар немедленно. Вот Моцарт, сейчас все пройдет, все вылечим. Нет. А кто исследовал Моцарта и Чайковского в сравнении? Для статистики там ничего не доказано. Поэтому вот так вот модно, и как и «Дети индига». Помните фантазии эти были про свечение? Все, нет фантазии. Исчезли «Дети индига». Так вот, Моцарт не писал для плода. Чайковский не писал для плода. Должна быть специально написанная музыка с пониманием первичных реакций пренатального ребенка. Двигаемся. Был изобретен такой пояс. Музыкальный ребенок толкает мамин живот. Изнутри семь нот. Так вот, ребенок до рождения прикасается изнутри к передней брюшной стенке, он может получать звук производить. Это, в принципе, музыка плода. У меня есть только, к сожалению, такой кустарный образец, страшно показывает, так сказать, на пояс шахида похоже. Но мы не сумели до сих пор найти производителя. Китай ждет, там нужен, по-моему, около миллиона долларов. Они за неделю сделают, мгновенно. Ну вот пока никто не собрал. Значит, это поменяет вообще отношение к ребенку до рождения. Потому что если ребенок производит звук, и эта музыка, ее можно записать, это совсем другое пренатальное развитие. Тогда мы можем смело говорить о пренатальном детстве. Наша психология, наверное, вы знаете уже, да, периодизацию. Она отрицает дородовый период. Вот Угодский очень молодой, шел из жизни, он бы наверняка это дописал. Он говорил, что там зародыш, там эмбриология, там психологии делать нечего, там есть чего делать психологию. Потому что периодизация наша начинается с кризиса новорожденности. Чисто логически, если бы он сегодня защищался, он получил бы колоссальный отпор. Не может быть кризис того, чего не было. Если психологии до рождения не было, как может периодизация начинаться с кризиса новорожденности? Как может изменение быть того, чего еще не было? Поэтому не может начинаться периодизация с кризиса новорожденности. Если была пренатальная, период пренатальный, тогда может начинаться. Это даже здесь есть чисто логическая ошибка, кстати говоря. Поэтому никогда перед классиками не тушуйтесь и смело в бой. И они ошибались, и Аристотель ошибался, и мы это понимаем. Несколько сотен лет, даже два тысячелетия думали одно, оказалось все совсем не так. В четвертом году был снят фильм, первый фильм о дородовом воспитании. Заметьте, о дородовом воспитании. Не о подготовке беременной мамы к рождению ребенка, как сегодня многие это делают, и материнские школы замечательно работают, о воспитании самого дородового ребенка. В то время была американская методика Baby Plus такая, просто звуки технические, напоминающие материнское сердце, и моя музыкальная методика. И вот, это был первый фильм на самом деле. Давайте кусочек посмотрим, я потом в конце в двух словах переведу. Может, вы понимаете? Многие люди боятся, что они потеряли нервы с целью, когда в реальность они потеряли 50% из них, до того, как они были роды. И получается, что дружище, в процессе образования, в процессе образования, в spearности, в процессе образования и нервы с целью, в процессе образования от 50,000 в секунду. Так что, в результате, есть огромный орудire. Так что, что происходит? Я хочу, чтобы увидели Брэнда Логана, и это, в общем-то, американский коллег. Так, ну, в двух словах. Она сказала потрясающие вещи, Мариан Даймон. Она сказала, что мы переживаем с возрастом, что мы теряем там половину нейронов. Да мы уже потеряли к рождению половину. В секунду зарождается 50 тысяч нейронов. Ну, как-то умеет быстро считать. В секунду 50 тысяч. Примерно с 8 по 18 неделю взрыв такой мозга. Протобрейн, о котором говорит сейчас Брэнд Логан. То есть там перепродукция колоссальная. Мы с вами обладаем потрясающими ресурсами до рождения. А потом, говорит она дальше, если эти нейроны, как сейчас говорят нейросети, контакты, если они не установили контакты, они начинают, ну, в каком-то смысле, они, конечно, никуда не исчезают. Просто они не работают. Это не работающие нейроны. И, в общем, задача, конечно, включить этот ресурс, который уникален по объему 100 миллиардов клеток. Если поверить Мариан Даймон, их 200 миллиардов. Ребенок рождается, ну, хорошо, 150 миллиардов клеток. Это как вообще? Это бесконечные резервы. А мы используем там мой мальчик, малыш и так далее, зайка. И вот так мама разговаривает часто с ребенком и не понимая, что она просто лишает его развития. Мама, которая не разговаривает с ребенком, лишает его развития. Кстати говоря, об этом Выгодский сказал, что у глухонемой мамы ребенок, безусловно, развивается хуже. А Бехтерев наш великий Владимир Михайлович, он сказал, он возглавлял комиссию по музыкальному развитию детей в 1915 году. И вывод комиссии был совершенно потрясающий. Вот сейчас не торопитесь, успеете понять его фразу. Я не сразу ее понял, когда прочитал. Глухой ребенок на первом году жизни, глухой от рождения, развивается хуже, чем ребенок слепой от рождения. Еще раз. Если ребенок родился глухим, то есть на первом году жизни он развивается хуже, чем ребенок, который слепой от рождения. Ну, как вы это понимаете? Вроде бы, это же ужасно слепой, правда? Но это катастрофа, но это просто оказывается. Если ребенок не слышит до рождения, его мозг не развивается практически, он там и не видит практически ничего, без фантазии. Там есть световая тень и все, там на УЗИ мы можем только светом поиграть, там цвета не может быть. Но он слышит. Мы знаем, что вибрация по законам физики она разлетается во все стороны одинаково, безусловно, там преломляясь. С 14 недель примерно уже формируется орган слуха, то есть ребенок до рождения развивает свою слуховую зону коры, и мама, не говорящая, не развивает его никак. Поэтому звук, голос, музыка – это единственный способ развивать мозг ребенка. Ну, еще двигательный, безусловно. Так, ну вот по поводу чудес, по поводу миссии плода, вот перед вами те самые чудеса, которые я нарочно так назвал. Это действительно чудеса. В это поверить невозможно. Поверить в это невозможно просто потому, что это удивительно, но еще и потому, что многие коллеги до сих пор вот так себя ведут. Знаете, когда пятилетний ребенок прячется, вы себя вспоминаете, нет, пять лет? Он так закрывает глаза и говорит, я спрятался. Не помните такого? Вот он думает, что он спрятался. Вот до сих пор я вижу, вот так вот делают даже мои коллеги. Нет, не может быть. До этого не может быть. Да как там беременные мамы? Да это все фантазии. До сих пор семь диссертаций только об одной этой методике. Во всем мире масса ассоциаций и масса книг написана. И до сих пор вот так вот держат руки некоторые коллеги. Так что это такая не очень хорошая, так сказать, среда, не очень благоприятная для понимания важности пренатального периода. Я говорю как есть. Давайте немножко пробежимся по этим самым чудесам. Ну, во-первых, мама, одаренная мама. Мама начинает заниматься собой. Это помните по поводу одаренности, которую вылавливают в школах? Мама вдруг вспоминает, что она вообще может музыку там придумывать, и стихи там писать, и рисовать. Я вам скажу, мы очень много получили таких открытий. Мама начинала беременная, ничего не умея рисовать, она так думала, не умея петь. Кстати говоря, мы проверяли музыкальность мам. 30% примерно мам гудошники сегодня. Это, к сожалению, результат, как это не больно мне говорить, я вообще имею музыкальное образование до медицинского института, система Кабалевского сильно повредила нашей стране, потому что дети перестали петь, дети превратились в слушателей великой классики. Это все равно, что на физкультуре 10 лет прослушать биографии спортсменов. Это то же самое. Да, замечательная классика, но ребенок перестал петь. Времени на пение не осталось. Раньше был урок музыки, пение, мы пели все. Короче говоря, мама приходит с комплексом неполноценности в музыкальном плане, она стесняется. И вот вдруг она начинает в себя верить, писать стихи, рисовать. Это вот такие удивительные вещи. Мама, начиная рисовать, ничего не может. Проходит там некоторое время, она рисует вот такие вот картины. Ну, их десятки тысяч, я не могу вам все это представить. И это уже, в общем-то, живопись. Значит, поэтическая одаренность. То же самое. В метод заложены рифмические упражнения. Там мы жуки, вот дети, которые занимаются, я еще не успел договорить, они уже кричат мужики. То есть поиск рифмы, это же тоже нас... Сейчас вы все эти баттлы смотрите. Я вам скажу, это талантливые вещи, когда ребят, там, на этих всяких там комменди-клаппе, я тоже смотрю, конечно. Когда они мгновенно находят рифмы, это, в принципе, рифмический слух. Его необходимо, как и музыкальный, как интенационный, его нужно развивать. Но этого в садике и в школе нет. Жуткие не в кладушке к Новому году. Нет специального тренинга рифмического слуха. Мама вдруг обнаруживает у себя скрытые резервы, там, скажем, первые слова. Вот видите, умничка, там ангелочек, бельчонок, лялька. И в конце беременности это уже поэзия. Вот справа. Это, собственно говоря, Пушкин практически. Значит, музыкальная одаренность. Я уже вам сказал о том, что вот такая проблема гудошниц обнаруживается. Но это все, так сказать, в наших силах. И музыкальность, это врожденное качество. Ребенок, задумайтесь, он сначала гулит, потом говорит. Он сначала музыкант. Ребенок рождается музыкантом. Каждый. Он своим гулением вызывает окружающих на себя. Кстати говоря, потрясающие есть работы по крику на врожденного. Он криком манипулирует окружающим миром. А чем еще? Он криком умеет, так сказать, создать вокруг себя правильное к нему отношение. У него нет другого инструмента. Надо очень уважительно относиться к этому крику с пониманием, не сердиться. И некоторые папы говорят, если бы я вот это вот видел, я бы в жизни не захотел бы ребенка. Он так кричит и так далее. Это вообще, уважаемые будущие папы, подумайте. Это, так сказать, конечно, трудно слушать. Но это его способ разговора с окружающим миром. У него нет другой возможности. Я ввел такой термин репренейтинг. Мама с ребенком перепроживает, как бы перерождается. Она проходит с ним все эти этапы своего пренатального развития. Она же наблюдает за ребенком. И, в общем-то, можно сказать, что мама проходит три стадии биоритмических паттернов, когда первый триместр, мама может перейти на другой режим совершенно жизнедеятельности. Мама может вовремя ложиться спать, вовремя вставать, вовремя есть. Там семь раз в день беременная мама переходит на семиразовое собственное кормление. И у ребенка возникает нормальная биоритмология его будущего, так сказать, его кормления. У мамы лактация формируется гораздо раньше. Мама, которая ест как собачка один раз в сутки вечером с работы, это большое хулиганство. Она у ребенка формирует неправильный биоритм. Он потом будет есть, захочет, во всяком случае. Ну, семь-восемь раз в день. И необходимо маминому организму, фабрике молока, к этому подготовиться. Ну, вот, собственно говоря, и последняя, да, вторая стадия сенсомоторной. Ребенок реагирует на звуки, на все, что угодно. Когда я придумал впервые этот пояс, у мамы был шок. Просто такая пластинка была, звуковое прикосновение и звук. И когда мама нажала звуком, и ребенок ответил, мама нажала два раза, и ребенок два раза ответил, мама чуть не упала в обморок. Вот представьте, ребенок ей ответил. Один раз, один раз, два раза, два раза. И стадия когносомных паттернам. У ребенка формируем будущие, ну, матрицу, во всяком случае, окружающего мира. Там, конечно, журналисты нафантазировали по поводу языка английского и так далее, иностранного. Но какие-то звуковые паттерны, во всяком случае, своего родного языка и элемента какого-то другого языка, конечно, это можно сделать совершенно точно. В нашей стране, где любая республика билингвально обязательно, русский свой, национальный, еще, да еще там какой-нибудь, например, в худшем случае английский, мы теперь понимаем это, в лучшем случае китайский, это три языка. И чем раньше эта прививка языковая будет сделана, тем лучше. Это отдельный разговор. Так, ну вот программинг здоровья, второе чудо. Это, на самом деле, потрясающая вещь. Этот феномен был открыт в свое время доктором Баркером. О фитальном программировании болезни это подтверждено сегодня повсеместно, потому что мы знаем, что, например, в бронхиальной астме 30% пренатальной гипоксии. Если была гипоксия, то, в общем-то, уже врач задумывается о том, что, возможно, будет аллергическая реакция. Да, аллергическая реакция на верхних дыхательных путях – это повезло. Насморк там на коже – ну тоже повезло. А аллергическая реакция в нижних дыхательных путях – это астма. Это просто место проявления аллергии. Все. И поэтому с пониманием этого периода возникает понимание того, что раз можно программировать болезни, ну так, складывается, то, наверное, нужно и можно программировать здоровье. И мы говорим сегодня о программинге. Этот термин сегодня в педиатрии принят. Я хочу, чтобы вы об этом знали. Теперь вот быстренько пробежимся по исследованиям, которые мы проводили в Челнахе, Москве и других городах. Мы получили опережение в развитии. Это не гонка, кто первый. Это признак зрелости ребенка. Мы сегодня, к сожалению, получаем из 10 новорожденных, семерых детей с признаками морфункциональной незрелости. Это плохой результат. 70% детей рождается уже с проблемами. Да, возможно, и скорее всего, ребенок их преодолеет, но он уже рождается с пониженным уровнем своих функциональных резервов. Это неправильно. Мы должны помочь ему родиться вовремя и созревшим. Это доказательство того, что таким образом, дыханием, движением и так далее, мы можем помочь ребенку родиться к 40-й неделе с признаками зрелости по шкале Абгар по 9-10. Вы потом, когда время придет, с этим обязательно познакомитесь. Вот на большой популяции детей, у нас удобно это произошло в городе Челны, набережные, мы получаем 8-9 баллов по шкале Абгар у большинства детей, которые проходят дородовые школы. Немножко просто, чтобы вы понимали, что есть исследования, и аргументированно я рассказываю то, что за моими словами есть опыт и научные исследования. В Челнах на большой популяции мы получили сглаживание кризисов. Вы знаете, по нашей психологической шкале, год кризис, помните? Три года, семь лет. Вы в курсе, что только наша отечественная психология на этом настаивает? Если ребенок закономерно развивается, то не может такого быть, чтобы в одной стране у него были кризисы в год, а в другой стране у него были кризисы в другое время. То есть, значит, это просто взгляд на ребенка. Я так немножко хочу пошатнуть устойчивую систему кризисов, которая в нашей стране безапелляционно принимается. Я спрашиваю обычно студентов, а у Баобаба в Африке есть годовые кольца? Вот скажите, ну, знаете, у деревьев. Как вы считаете, есть у Баобаба в Африке годовые кольца? А от чего вообще кольца образуются? Ну, насколько я знаю, кольца образуются от окружающей среды, которая воздействует на дерево, и от этого и размер кольцев меняется. Ну, да. Спасибо. Там нет зимы. И нет годового кольца. Так не мы ли придумали эти кризисы? А если мы не будем отдавать ребенка в три годика в садик? А если он останется в каком-то более приятном месте или постепенно перейдет в садик? Если этой зимы в садике не наступит? Тут есть о чем поспорить и подумать. Это, с моей точки зрения, это дом моды от кутюр психологических. Это дом моды от Выгодского. Есть дом моды от Пяжи. Это дом моды от кутюр. Это точка зрения. Если бы это было закономерно, оно было бы как температура 36,6, но этого нет. Поэтому подумайте. Я немножко, так сказать, вношу некоторые размышления. Подумайте, подумайте на досуге об этом. Так вот, мы получили так или иначе сглаживание кризисов. Если принять нашу систему кризисов, то мы получили на большой популяции детей. Если они переходят с продолжением программы, эти кризисы были не такими ярко выраженными. Двигательная речь. Смотрите, ведь ребенок разговаривает. Он толкнулся, мама ответила. Он толкнулся два раза. Мама может не отвечать. Вот представьте, есть такой немецкий ученый, Хельбрюге. Он потрясающе открыл вещи. Он открыл феномен интеракции. Вот если ребенок кричит, и мама в течение 0,2 секунд, 0,2 секунд ему не отвечает, у него утрачивается интерес. Вот он закричал, не отреагировали. Еще раз закричал, не отреагировали. Он перестает. Он понимает, что реакция не... У него руки опускаются. Папа, мама и вообще. Задумайтесь об этом. 0,2 секунды. Если вы с кем-то здороваетесь, а человек через полгода вам ответит, ну вряд ли это будет адекватно тому, что вы сейчас проделали. То есть необходимо отвечать. Сразу отвечать. Если мама это делает регулярно, кроме ночного времени, у нас есть... Вот я сейчас в одну секунду вам методику в руки даю. Мама отвечает на шевеление в том же месте, так же сильно, столько же раз и в таком же темпе, кроме ночного времени. Где бы она ни находилась, за рулем она отвечает голосом. Ребенок наверху толкнул, мама голос повышает. Сильно толкнул, мама громко. Нет у нее оправдания. Даже за рулем. То есть ребенок двигательно поговорил, мама через полгода ответила, он не будет больше разговаривать. В эту же секунду. Сразу. Ну вот это такой феномен двигательной речи. Ну вот немножко посмотрим, например, как меняется сердцебиение и движение ребенка на разные типы песен. Мама поет, скажем, меденную песню. Это один тип шевеления. Ни слова не расскажут. То ребенок начал активно открывать рот, двигается очень медленно, нерезко, но ротик открывает и такое впечатление, что с нами хочет общаться. Причем врач, это впервые при ней происходило, она поверить не могла. Она не могла это объяснить. Она сначала подумала, что у ребенка, что песня ему не понравилась. Сейчас второй будет момент. Сейчас давайте попробуем. Мяч, 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 мяч. Стало очень резко двигать другую грудную клетку. Такое впечатление, что ей хочется попрыгать, наверное. По-разному реагирует ребенок на совершенно разные по темпу и по мелодике песен. Думаю, по-разному. Слышите, да? То есть мы получаем реакцию. Это есть регуляция сердечной деятельности маминым голосом. Просто разные песни. Оказалось, что есть двигательные типы врожденные. Тут, конечно, нашему спорту бы серьезно заинтересоваться. Значит, вот у меня это была некая концепция. Я ее предположил, а в докторской диссертации Голубева она это подтвердила. Ребенок рождается с четырьмя вариантами двигательных типов. Это будущие виды спорта. Силовой тип, пластический тип, циклический, я надеюсь, вы знаете, что это такое, и взрывной. То есть мы можем, в принципе, к рождению, по тому, как ребенок двигается, если мама будет фиксировать разные виды шевелений, уже, в общем-то, выявить его типаж, что ему фигурное катание не надо. Ему нужно в тяжелую атлетику. Если, не дай бог, мы отдадим его фигурное катание, он возненавидит нас, спорт, и вообще перенесит что-либо делать. А другой ребенок, которого отдали в тяжелую атлетику, он должен идти был в фигурное катание. У него будет другая депрессия. Это очень серьезное дело отдать не в те руки ребенка с определенными физиологическими его ресурсами. Это надо доказывать, безусловно, но об этом задуматься пора. Не потом уже, а вот еще до рождения. И вот такие, так сказать, типы, чтобы это было зрительно понятно. Ребенок-богатырь, ребенок-спринтер, ребенок-гимнаст и марафонец. Я хочу, чтобы вы, так сказать, на этих ярких словах подумали. Это уже какие-то признаки. Безусловно, он может иметь смешанные типы. Все четыре. Но есть некоторое преимущество у ряда детей. И когда дети уже рождаются в детском саду, вы за ними наблюдаете, это видно. Просто по их движениям, по их каким-то другим реакциям двигательным. Ну, тут есть некое предложение, какие двигательные возможности существуют, как это потом можно развивать в видах спорта. Кстати говоря, беременная мама, зная методы, не зная методы, у ребенка формирует семь пренатальных двигательных паттернов. Мама ходит, мама вращается, там, например, она танцует, мама садится на стул, мама едет в машине на очень плохой дороге. Это вот люлька, это покачивание, мячик, это плохая дорога, значит, волчок, это мама, которая ходит на танцы, танцует вальсы, змейка, это вот такие движения, это ребенок, который находится в капсуле маминого живота, все его тело перемещается. Его тело обретает определенный опыт перемещения в пространстве. Вот по семи этим типам. Это очень серьезное дело и долгий разговор. По поводу одаренности. Мама может у ребенка рождать врожденный слух. Если беременная мама перемещается по гравитации вверх-вниз и пропивает гамму, дорами, фасоль, до, внизу, соль, наверху, это ежедневно в виде зарядки проделывается. Есть теория, гравитационная теория музыки, Григория Фрида, это наш известный композитор, я многие годы ходил на его клуб музыкальный. Значит, до, внизу, потому что ближе к земле, соль наверху, потому что дальше от земли, если вы песню бросите на верхней ноте, песня не останавливается. Она должна спуститься на тонику, на первую ноту, которая к земле. Задумайтесь. Музыка очень физична и физиологична. Поэтому, мама, это делать может ежедневно. Темпоритмический слух. Я уже сказал, рифма поэтически. Слово «стол» начинаем считать до десяти, если ребенок не нашел рифму на слово «стол», ну-ка. Стол, рифму. Конечно, мгновенно. Значит, память пренатальная, вот закрепленные состояния, которые беременная мама повторяет, не говоря уже о одной и той же музыке, очень много исследований по поводу узнавания ребенка после рождения какой-то конкретный, это просто уже очевидно. То есть, ребенку включают разные звуковые программы, одна из них ему давалась до рождения, и он с осанием, с помощью датчиков показывает, что эта мелодия ему знакома. Это уже вообще не обсуждается. Это многократно подтверждено. Но этого мало. У ребенка другие формируются, вообще у него опыт накапливается звуковой, у него такая звуковая карта возникает в хорошем смысле. Мама ему такую матрицу музыкальную создает. Ну и счастливые роды. Это того же Нарцисса Урина Платоныча потрясающая фраза. Мамам это молодым будущим неплохо эту фразу запомнить. Это вот сверху. Вдохнуло и выдохнуло ребенка. Это гениальная фраза. Вот многие мамы, которые эту фразу знали, они сказали спасибо, когда они рожали, они вот так вот думали. Вот она хотела, чтобы выдохом ребенок раз и вышел. Это очень психологически важно. Не собачкой дышать, как часто учат на материнской школе, а вот так поэтически думать об этом. Ну и в результате мы получили улучшение беременности, снижение родов на большой популяции. И по поводу детей получили, так сказать, своевременное рождение, повышение лактации. В набережных челнах 75% матерей кормят грудью из популяции прошедшей дородовой школы. В России не больше 40%, это очень маленький процент. Но в Беларуси 80% грудного скармливания. Ну, это долго перечитывать. Вот мама, прошедшая дородовую школу, она там пела во время в роддоме. Ей говорили, да перестань ты там петь, что ты там поешь, ей говорила сестра, будешь как все рожать, да подумаешь там. Но когда ребенок родился и заплакал, и эта акушерка, которая запомнила песню, запела эту песенку, ребенок замолчал, вот тут акушерка уже так больше не говорила. И я вам хочу сказать, что когда этот опыт... В Москве, Москва на последнем месте по развитию этого, на последнем. Вот просто на самом последнем. Есть города, где десятки тысяч детей родились. В интернете все это можете найти. Москва сопротивляется, так сказать, вот это вот делают многие мои коллеги. Поэтому вам негде в Москве посмотреть. Вот я открыл сейчас только что недавно свой центр, санитал-центр. Захотите, найдете. Так вот, это пример того, что мама, родив ребенка, обычно, ну, не думают мамы о будущих, следующих родах. Это тяжелый процесс такой, совершенно реально тяжел. А мама, которая после рождения говорит, я еще хочу рожать, в роддоме прям, вот после всего этого события с акушеркой, это показатель того, что, в общем-то, мама психологически готова и дальше рожать детей. Этого стресса колоссального нет. Ну, немножко послушайте, давайте послушаем музыку. Это все моя музыка, я написал тысячи песен, я имею музыкальное образование, и тексты, и музыка, все мое. Вот мы получили по поводу лактации такую картинку, не торопясь можете рассмотреть. Тут есть песенка, давайте послушаем. Поет Анжала Маркова. В интернете все это есть. Родилось ты, солнышко весеннее, И от детских солнечных лучей Разлилось молочное томление Теплою волной в груди моей Я вам скажу, вот такая удивительная вещь. Папы, мужчины стесняются. Вообще в России петь вот после системы Кабалевского на самом деле перестали. Большая беда. В деревнях раньше трехголосные хоры были. Я родился в Мактогорске, у нас в каждой школе был трехголосный хор. У кого в школе были трехголосные хоры, скажите? Вот у кого в школах был... Вот скажите спасибо вашему директору, который не пошел по этой системе, сделал, видимо, то, что он чувствовал. Так вот, папы стесняются и говорят, ну, что ты там поешь? Ну-ка, перестань вообще. Ну, вот перестань петь. Это потому, что мы утратили культуру вокальную. Вот надо бы постепенно ее вернуть. И папы могут очень сильно помогать. И даже так бывает. Папа фальшивит. Мама говорит, жена, ну-ка замолчи там, ты меня позоришь. Ну-ка там не пой, перестань. И это вот приводит к тому, что как-то вот музыкальная тема, она не очень быстро. У меня даже сын мой, который прошел дородовую школу мою, младший, который в 15 лет в МГУ поступил, кстати говоря. Значит, и вот даже он стесняется до сих пор. Папа, вот если бы не было, говорит, у тебя музыки в программе, это было бы замечательно. А вот пение вот как-то... Я вам скажу, это большая проблема. Давайте мы ее будем совместно решать, потому что это легко, это бесплатно, это есть голос. Навсегда у мамы есть, и у папы есть. И мы не используем потрясающий инструмент. Значит, эта дородовая программа позволила изобретать разные новые культурные эталоны. Скажем, мы придумали Международный день дородовой музыки. Давайте в Эвпатории глянем. Праздник, которого и в Эвпатории еще не видела. Сегодня в нашем городе впервые прошло необычное мероприятие под названием Международный день дородовой музыки. Его организовал и провел профессор, доктор медицинских наук Михаил Лазарев, который основал методику санатал-педагогики. Чему учили будущих мам и как прошел новый праздник в сюжете Екатерины Куницыной. Танцы и песни под звуки фортепиано. Вот так весело в Эвпатории проходит День дородовой музыки. В нашем городе такой праздник отмечается впервые. Доказано, что пение и музыкальные занятия полезны для будущей мамы. И для малыша, конечно. Разработанная для беременных женщин программа называется санатал. И существует такая методика дородового воспитания больше 20 лет. Мы считали раньше, вслед за нашим основателем психологии Завыгодским, что там эмбрион, и там делать нечего в психологии. Я так тоже думал, когда учился, но это оказалось не так. Мы сейчас понимаем, там личность, не личность, которая в галстуке, а это первичные психические реакции, с которых потом формируется личность. Мы не можем это время упускать. Сегодня ребенок может родиться 22 недели по рекомендации ВОЗ, и мы обязаны его выходить. Санатал-педагогика, система воспитания здорового ребенка, до и после рождения. Методика ее строится на непрерывном развитии музыкально-эмоционального интеллекта малыша. Со стороны это выглядит немного необычно. Но уже доказано, что программа, по которой занимаются будущие мамы, успешна. Очень понравилось, было все очень интересно, весело. Ребеночек там гулял. Ему тоже понравилось? Да, я думаю, ему тоже понравилось. Море впечатлений. Вот я вам скажу, когда появилась аэробика, это тоже было необычно. Это сейчас вам кажется очевидным. Нет, это вызывало вот такие глаза. Я был один мужчина в Олимпийском, врач ЛФК. По ритмической гимнастике мы получали сертификаты. Приехала джем-фонда «Американка». Значит, вот это все впервые происходило. Весь зал был в этих купальниках. Женщины пришли. Я был один мужик. Значит, сбежался весь стадион смотреть на это зрелище, на это аэробикум, под музыку. Это было невероятно необычно. Понимаете? Прошло время, сейчас никто даже внимания не обращает. Поэтому слово «необычно». Вот хорошо, чтобы это было «обычно». Тут есть проблема. Если мы затеяли дородовую школу по этой или методике, по любой другой или методике, мы обязаны продолжить. Иначе будет синдром отмены. Тут есть о чем поговорить. Ребенок привыкает к режиму. Он привыкает к этому сенсорному притоку. Это термин моей коллеги, доктора наук медицинских, Теана Николаевна Маляренко. Она изобрела это понятие «сенсорный приток». Вот если мы обеспечили ему улучшенный сенсорный приток, звуковой, потом после рождения цветовой, если это все прекратить, будет тоже депривация. Поэтому мамы должны продумать какую-то, продолжать систему и раннего развития, и дошкольного, и школьного. В центре этой методики находится голос. И в школе образовательный голос может быть центральным тренажером для тренировки ребенка. Это когнитивно-соматический тренажер. Что такое речь? Есть потрясающая фраза Молдавана у психолога. Дыхание – это сырой материал речи. Мы дыханием разговариваем. Психология не может узурпировать речи. Это неправда. Наш весь организм речь создает. Поэтому голос – это, конечно, тренажер. Особенно в педагогическом пространстве вы владеете главным тренажером. Следующая программа была названа «Интоник», а потом «Цветоник». Там очень много дополнительных элементов возникло. Дети рождаются, очень рано держат голову. Это, я вам скажу, такой феномен. Сначала неврологи испугались и начали говорить о том, что это гипертонус, он не может голову разогнуть. Нет. Время начала фиксации ребенком окружающего мира – это время начала его когнитивного развития. Вот если вы сейчас опустите вниз голову и закроете ваши глазки, вы куда поползете? Пока ребенок не поднимет голову, он никуда не поползет. То есть у него его познавательная деятельность ограничена вот таким вот взглядом. Поэтому чем он раньше приподнял голову и удержал ее, тем он раньше начинает развиваться. Пятый-шестой день после рождения. Ну 12 дней точно, 2 недели уже точно. По нормативу сегодняшнему в России мы считаем наши педиатрии месяц-полтора. В Европе они считают 2 месяца, 3 месяца и так далее. Для нас это уже будет задержка развития, если ребенок в 3 месяца впервые будет удерживать голову. Это такой важный очень момент. Дальше кормление. Была создана целая программа музыкокормления, между прочим. Вот здесь во время кормления, если мама поет на разных языках песни, их в народе придуманы миллиарды, это в общем такое вскармливание. Это воспитание. Это питание одновременно с воспитанием. Если мама с колыбельными песнями будет давать ему какие-то еще, ну хотя бы некоторые фрагменты других языков, вот мы даже тренировались у нас там в разных городах и странах, сейчас есть коллеги, у нас на 16 языков переведена песенка «Травка-муравка». Это очень важный момент. Именно воспитание ребенка в момент кормления. Кстати говоря, это отделение недоношенных детей, Минздрав, я в том институте работал долгое время, это было таким адаптогеном. Ребенок кормил себе сосочки из бутылочки, но мама при этом пела песню, она его выкладывала к своей груди. И в общем-то тепло материнского тела и материнский голос, это в каком-то смысле восполнение того, что он не получает, когда он кормится из бутылочки. Это в каком-то смысле такая искусственная материнская грудь. Это очень серьезный разговор. Давайте послушаем еще одну песню. Вы найдете в интернете, у нее большое число просмотров. «Вглажу деточку». Это вот колыбельный, который мама поет сначала до рождения, а потом после рождения. Кстати, под эту песню мама беременная выполняет движение. Я ее писал, понимая, что мама рука движется сверху вниз. И ребенок привыкает к этому, такая антиципация. Он предвосхищает движение. «Вглажу деточку нежная» Каждую строчку. «Моя крошечка нежная» «Тихо песенку я пою» «Глажу ласково милую» «И слова не расскажут» «Как я ласково глажу» «Рук теплом тебя грею» «Подрастай поскорее» «И следующие новые культурные ритуалы, эталоны» «Музыка имени» «Александрюшка» 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 Мы в ней купались, мы в ней плескались И наслаждались, вот да-да-да Так, а вот ребенок около четырех месяцев поет Мама с ней занималась до рождения Приноси подушку, притай галка Поправь одеялко, пою-бою сна Она подпевает Так, а вот целое продолжение программы Кстати, это все та же самая компания Натрилон У ребенка возникает динамика мелодическая На себя их надеваю, эту песню напеваю И ползем Я цветная гусеница яркая Извиваюсь разноцветной аркой Ничего иметь не надо Цветные ноты Цвет нарисован На подравушке ползу Ничего знать не надо Вперед Все вокруг танцует и поет Так, ну по чуть-чуть немножко Вот еще такие уже, да кстати говоря, есть большая мифология Выдумки по поводу прыгунков Ох, это катастрофа, позвоночник Абсолютный вымысел Ну, если сутками ребенок висит в прыгунках То, наверное, да Если мама ребенка там прыгунки подвесила на 10-15 минут Это замечательно Может там подушечку подложить и так далее С трех с половиной месяцев Никаких нет подтверждений вредности Это какие-то конкуренты просто вредные придумали Ребенок счастлив Только что он лежал как жук Не двигался И вдруг Вот ребенок впервые на съемки попал на прыгунки Сейчас вы увидите Первый раз Он был у мамы в руках И вдруг начинает двигаться, шевелиться И через 5 минут под музыку уже ГПК может Я не шучу Потому что возвращается его свобода пренатальная Он в животе все-таки двигался Домик маленький, но он двигался сам А здесь он становится просто нормальным человеком Чтобы ножки касались хотя бы немножко Только-только мы начинаем Посмотрим Первый опыт Так Ребенок может поворачиваться, естественно Тебе нравится? А теперь давайте под эту же песню Очень аккуратненько кверху заперекладим Вверх-вниз 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 На парашюте мы летаем И эту песенку поем Мы свои ножки укрепляем Скучать вам, братцы, не даем И можно просто Вверх-вниз Вверх-вниз Сейчас дальше посмотрите Как мы переводим Это уже в жительную карту То самое когносомное развитие На съемке сказали Что? Песню про горшок? Да это невозможно Я сказал Вот песню Не будем эту делать Я отказываюсь от денег Я не шутил Потому что я эту всю жизнь Выращиваю программу Из нее могли выдернуть Гиенические навыки у детей Когда у вас появятся дети Вы меня поймете О чем я говорю Это важнейший фактор Если у ребенка этих навыков нет Это беда и для него И для окружающих Это сплошная головная боль Сейчас, конечно, памперсы появились Значит, к сожалению На улице понятно Но вообще Памперсы это Должно быть не тепло и сухо А мокро и неприятно Слышите, да? Для физиологии Чтобы ребенок понял Что нужно идти на горшок Должно быть мокро и неприятно Если ему там будет тепло и сухо Зачем ему горшок? Вы понимаете? Нет? Нарушается физиология Я в свое время написал статью Сейчас я вспомню Подгузники, враги или союзники Союз педиатров отказался печатать Потому что у нас был конгресс педиатров Там приезжали всякие иностранные компании В том числе эти вот Спонсоры всякие И при всем уважении мы очень дружим Мне сказал очень известный человек Лазарев Давай подожди Вот сейчас конгресс пройдет И опубликуем Потому что ну как бы У них Если мы будем детей приучать Уже там с 8 месяцев на горшок То как бы памперсы же пострадают Компании Слышите, да? Это коммерческий интерес Больше ничего Поэтому мама, которая хочет Чтобы ребенок вовремя это делал На горшок Она его выдерживает После еды там над ванночкой И произносит нам Очень понятные звуки Вот с буквой С, конечно же Это самый расслабляющий звук И ребенок в конце концов понимает Тут ему неприятно и сыро А на горшочке замечательно И тогда он переходит на горшок Вот эту песню я заставил их сделать Про горшок Послушайте Песня про горшок Вряд ли вы такую слышали Вот покушал малышок Он садится на горшок Он не понял, он не поверил Хорошо на нем сидеть Песню про горшок А, а, с мамой вместе песни петь А, а, разговаривать, мечтать А, а, книжки разные читать А, 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 все знают малыши А, 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 ты делай не смешно Я думаю, что вы все запомнили эту песню Правда? Так, ну кусочек занятия буквально маленький Для вот ранней группы Здравствуйте, девочки Здравствуйте Здравствуйте, мальчики Вправо, влево Вправо, влево Мяч, 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 мяч Мяч, мяч, мяч Это вызывает интерес всего пляжа Это еще в Болгарии Туда не было И опять на песок Здравствуйте, мяч Я вот капа Ну хорошо И дошкольная следующая ступень Я вам пытался объяснить Что этот синдром отмены Который возможен Но мы должны его избежать У меня такой был потрясающий случай Значит, написал мальчик Из Комсомольска-на-Море Там вот Восток очень как-то К этой программе хорошо отнесся Владивосток, Хабаровск Комсомольска-на-Море Пишет мальчик Ну, конечно, мама ему помогла Влас пишет Дядя Миша, вы нас обманули Текст такой Мы думали, что в школе тоже будут здоровячки Вот эти вот А их в школе нет А мы-то думали, что они с нами будут всегда Это ребенок пришел домой И говорит маме Мама, где там эти здоровячки Что такое эти здоровячки? Это семь функциональных сфер организма ребенка Двигательная, эмоциональная Познавательная Биоритмическая Кардиореспираторная Адаптационный иммунитет Который сейчас после пандемии Мы хорошо понимаем И вокально-речевая Это семь произвольных сфер организма ребенка Эти сферы персонифицированы В таких здоровячков Придуманы сказки Илюша в комнату зашла мама И сказала Ты помыл ножки Ты почистил зубки И Илюша сказал Не хочу я больше чистить зубы Не хочу я больше мыть ножки Когда мама закрыла дверь Он не заметил Как он перенес слово Фырк Из кровати вылезли Гнусик и Бяксик Мы твои слабости По небу летел черный шамп Он превратился Лохматого человека Сигареты Балту Это был туз Он нечего Кому-то придется Превратил его в Фырку Жители планеты Сметонии Стали прячаться в Фырпика Солнце вызывало Слепых здравичков Здравики Фырк А жены приказали Мальчик сказал на маму Плохое слово По замету будет спасена Здравик это такой малыш У которых были разноцветные волосы Он был всегда здоровым И никогда не болел Потому что он занимался спортом Пробежкой И делал гимнастику Я здравик, здравик, здравушка Ну по чуть-чуть буквально Еще несколько фрагментов Дело в том, что ребенок потом взрослеет И у него эти ощущения Этого цельного себя сохраняются Если мы продолжим с ним это делать Это не так сложно Это можно сделать на дополнительных Каких-то временных часах В школе, где угодно Вот в городе Реутов есть потрясающий детский музыкальный театр Где Ирина Виктора Тульчинская доказывает Что не нужно одаренных вылавливать Их нужно лепить Из каждого К ней приходят абсолютно все дети в сентябре Любые Она ставит в первый ряд тех, кто уже готов Поющих Второй ряд ничего пока Третий ряд новеньких И постепенно Эти третий ряд Переходят в первый ряд Через полгода Это все дети поющие То есть это нам доказывает Что в наших Ваших руках Все эти дети Зеркало только на себя Больше не на кого Зарапарь дружок Мы пойдем с тобой Будем там смотреть Как живет в лесах Как живет в лесах Как живет медведь А подробный нож В голубой воде Улыбается По плечам в полгие И танца своя Натрывается Зарапарь Зарапарь Для зверей Дива Зарапаредный Покор Расними Как носу Зарапарь Зарапарь Для зверей Дива Зарапаредный Покор Зарапарь 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 Значит, был такой момент В 2014 году На Красной площади Там, вы знаете, Испанская башня Такой замечательный фестиваль И вдруг нам дали Детскую площадку Огромный шатер музыкальный Я там 10 дней С детьми проводил время Прямо на Красной площади Это, конечно, потрясающе Но Приходили дети отовсюду И та же проблема Дети не поющие Процентов 30-40 Никогда в жизни Вообще инструменты музыкальные В глаза не видели Все работники мои Приятного更加 Переводя Ай кудаプеда Дочь По коровке У нас telling Как xккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккктккккккккккккккккккккк Уу-ууу! Твою корову! А кто дольше промычи? Давайте уроку потренируйся. Ууу, дети здоровы! А давайте мычим за короберутом! Считаем! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, одиннадцать, двенадцать. И перекладывать рядышком. Вот рядышком. а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И совершенно неожиданно для вас, сейчас только что у нас был великий праздник, я написал гимн бессмертного полка, кстати, хор турецкого его пел в 18-м году на Белорусском вокзале. Значит, если мы с вами, давайте пофантазируем, вы решили заниматься дородным воспитанием, мама этим занимается всю беременность, потом она в раннем возрасте продолжает. Если программа не будет социализирована в какие-то общие национальные календарные праздники, это все исчезнет. Поэтому дети с ранних лет в программе участвуют, в том числе и в исполнении гимновой музыки. Давайте кусочек посмотрим. Сейчас сначала это поет Реутовский опять театр детский музыкальный, потом будет петь город Новочеркасск. Разные хоры. Обычный детский садик. Не очень хорошо поют, это проблема в нашей стране. Бессмертный год. Побед за жизнь и честь страны. Глуб не стел в руках портрет, там его погибший дед. Дед на снимке молодой, вдруг идет уже святой. Бессмертный год. В одном строю, может быть, кто парит мою. Бессмертный год. Слова цветы, единства ваших и живых. Бессмертный год. Бессмертный год. Построил в ряд. И генералов, и солдат. Бессмертный год. Бессмертный год. Бессмертный полк в одном строю, Кто жив и кто погиб в бою. Бессмертный полк в словах святых, Единство павших и живых. Бессмертный полк построил в ряд И генералов, и солдат. Бессмертный полк в нем все равны, Спасая жизнь и честь страны. Угол, линейка, ремень. Как вы думаете, что объединяет все эти предметы? Правильно, это былые методы наказания школьников, причем совершенно законные. Петр Первый, кстати, был активным сторонником телесных наказаний. Благо, сейчас времена изменились, и школьников все больше не наказывают, а поощряют. И придумывают новые методы обучения. Обучение во сне, обучение в игре, 25-й кадр и так далее. Но вот что мне интересно. Как можно учить ученика, если его вообще не видно? Если посмотреть на него можно только с помощью УЗИ? Ну ведь учат же. Это не занятие по аэробике, и не хоровой кружок. Будущие мамы обучают своих еще нерожденных детей. Мы сегодня, к первому сентября, уже приходим к мысли, что школа должна начинаться еще до рождения, когда уже у ребенка воспитываются эти вот соматические ответы на каждый квант информации. Казалось бы, чему можно научить нерожденное существо? А главное, обладает ли плод разумом? Функция нервной системы, в принципе, это выработка ответов на внешние раздражители. А у плода, как я уже сказал, есть способность воспринимать внешние раздражители. В головном мозге нерожденного ребенка нейронов в два раза больше, чем у годовалого младенца. Но поскольку они не задействованы, то со временем за ненадобностью умирают. А можно ли сохранить нейроны, от количества которых зависит успешность человека? И для этого плод воспринимать не как нечто неодушевленное, а как живое существо. Задавшись этим вопросом, 20 лет назад наши ученые пришли к удивительным выводам. В частности, были открыты явления, такие как пренатальная речь, пренатальная память, пренатальная избирательная активность. И теперь я точно могу сказать, что мы упускаем возможности. Вот обычные роды и обычные в день беременности – это упущенная, как сегодня говорят в коммерции, выгода. Зародыш обладает памятью и может говорить на языке жестов. И если не игнорировать его, а общаться с ним, то у таких детей не просто сохраняются нейроны. Они не только лучше учатся, но и на треть меньше болеют. Похоже, утверждение, что все болезни родом из детства устарело. На сегодняшний день уже доказано, что не просто в детстве, а во внутриутробном периоде. И даже есть такое выражение – программинг здоровья. То есть все, что человеку отведено на всю последующую его жизнь, закладывается вот в эти решающие 9 месяцев. Третья классница Маша Комарова была рождена именно с помощью методики Лазарева. Она учится на отличном во французской спецшколе, а английский изучает самостоятельно. Успевает и в художественную школу, и на плавание, и на танцы. Кроме того, у Маши прекрасный музыкальный слух, который проявился с пеленок. Уже в 3 месяца она могла напеть песни, вот причем четко попадая в такт, который слышала внутриутробно. Это вот все это свидетельствовали. Привыкнув учиться еще до рождения, ребенок не испытывает никаких проблем со школьными нагрузками. Мост так рано включен, с такой памятью, с таким вниманием к миру. Это все равно что-то дорожку протоптать по снегу, ведь потом по ней ходить легче. Ребенок рождается с протоптанными дорожками межнерональными. У него готовность к миру восприятия очень большая. Единственная проблема – как совместить детей нового типа и образование старого образца. Мы, в общем-то, вводим в некий такой ступор преподавателей в садике, потому что когда ребенок приходит 3 годика в садик и знает наизусть до 300 строчек, выученный за несколько месяцев, а что потом делать ему дальше в садике, когда там к Новому году выучат с ним 2 строчки и все. В этом году на родине КамАЗа в Набережных Челнах принято решение об обязательном дородовом обучении еще нерожденных детей и о приспособлении под детей нового типа всех образовательных программ в детских садах и школах этого города. Так что не исключено, что лет через 20 словосочетание «новые русские» будет означать не случайно разбогатевших людей, а молодых лауреатов Нобелевской премии родом из Татарстана. Уже устаревают все эти слова по поводу новых русских. Так, спасибо большое. Все, что я хотел сказать, я сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!